Как говорится, все проходит, но интернет-то помнит все. И те бредовые инициативы, которыми так нещадно нас засыпали депутаты, и ту безнаказанность, которую транслировала Госдума. А в результате больше всего пострадал Володин. Пострадал и вышел на тропу войны. Но о чем это я расскажу прямо сейчас. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие. С вами Юля, и мы начинаем. Всем, конечно, мил не будешь, но попытаться все же стоит. Подумал на этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин и обрушился на депутатов с критикой. Он призвал коллег к большей ответственности за формулировку своих инициатив. Потому как россияне они такие. Они не понимают, что сказанное в Госдуме это пиар. А всерьез считают, раз депутат сказал, значит Госдума будет рассматривать ту или другую идею. А это, в свою очередь, все чаще приводит к панике в обществе. Да ладно там к панике. К снижению рейтинга самого Володина, что для спикера было бы очень нежелательным. Поэтому думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать. Поэтому на этой неделе в Госдуме прошла знатная раздача пи***ей. Под прицел попала Лантратова с желанием запретить пропаганду квадроберов, налог на бездетность Гурулева и отягчающие обстоятельства в виде иностранного гражданства от депутата Марченко. Все это, по словам Володина, не будет иметь законодательного подспорья. Мало того, это даже не будет обсуждаться Госдумой. Поэтому выдохнули и расходимся. Но на месте обеспокоенного спикера я бы предприняла попытки достучаться до здравого смысла несколько иным путем. Ведь голова это не бесплатное приложение к жу... Это как бы инструмент для генерации идей. И если идеи эти не совсем здоровые, то может пора ставить вопрос о целесообразности нахождения нездоровых голов в Госдуме. Тогда-то все и поймут, что нужна она не для того, чтобы в нее есть. Хотя на эту тему у меня есть еще пара мыслей. И если я не поделюсь ими с вами, то так и буду мучиться от невысказанности. В общем, я уже давно думаю о том, что все наши депутаты заслуживают так называемой бальной системы оценки. Сделал что-то хорошее для народа, получил заслуженный балл. Сморозил очередную ересь, этот балл потерял. Накопил 50 баллов, получил разрешение на служебное авто. Начал стремительно их терять, пересаживается в троллейбус. И так должно быть во всем. И именно мы с вами должны оценивать слуг своих народных. Кому из них носить дорогие костюмы, а кому сидеть с красным клоунским носом. И поверьте, порядка тогда точно станет больше. А уровень каждого депутата будет у всех на виду. А что сейчас? А у них и статус, и деньги, и служебные плюшки. Короче говоря, все то, что не располагает к эффективному управлению государством. А что бывает с человеком, когда ему не дают ни расти, ни развиваться? А правильно, он деградирует. А в некоторых случаях теряется даже в собственном костюме. И пример тому глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он заранее, зная, что его костюм пошит на заказ, на вопрос президента, чей костюмчик вдруг начал искать бирку. Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства? К сожалению, без бирки, потому что сшит, но из отечественной ткани, из отечественного производства. Здорово, ну, прекрасно. Вот к этому нужно стремиться, чтобы мы с удовольствием одевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства. И чтобы это было самого высокого качества. Ну да, надеюсь, вы тоже усмотрели в костюме Никитина известный принт ивановского текстиля. Вот только жаль, что вопрос президента не коснулся часов и очков губернатора. Уверена, что и там Никитин не подвел очки от красноярской фирмы «Бревношоп», а наручные часы «Известный Восток». Не рекламы ради, но отечественного производителя тоже поддержать надо. А между тем, знаменитый иркутский скандал, в ходе которого без электричества осталось несколько жилых домов, на этой неделе вышел на новый уровень. Начальник управления энергетики и ЖКХ Сергей Малинкин нашел-таки выход из сложившейся ситуации. Но без печи жить – это термин такой обеспеченности. Вы как плава семьи, надо думать о надежном теплоснабжении и переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев, свою семью. Поэтому я как госорган, я про то, что надежность и жизнеобеспечение – это приоритеты и для государства, и для семьи, в конце концов. Чтобы эта живучесть сохранялась в любую погоду. И это очередной прорыв, друзья. Прорыв в системе ЖКХ. Потому как морозы уже не за горами, а участия России до сих пор нет. То света, то тепла. Но мы же с вами умны и намек поняли. Так что устанавливаем в своих жилых квартирах печи, закупаемся свечами, и желательно не ректальными, и заботимся о своей живучести. Как выразился Малинкин, сами. Вот только я так и не поняла, а что из этого – печь или свеча – будет заряжать мой телефон. Впрочем, в Госдуме слова чиновника не оценили. Первый зампредседателя комитета по строительству ЖКХ Владимир Кошелев предложил Малинкину задуматься, а свое ли место он вообще занимает. Потому как тепловые и электросети – это непосредственная ответственность самого начальника местного ЖКХ. И перекладывать ее на плательщиков коммунальных услуг – это форменное хамство. Ну, как бы да, но так считают далеко не все чиновники. Поэтому предлагаю жителям Иркутской области следующий выход – иметь прозапас резервных управленцев. Ну, на тот случай, если живучесть Малинкина вдруг начнет стремиться к нулю, тогда вы смело сможете сказать – этот начальник кончился, заносите следующего. И да, говорить это желательно до того, как Госдума примет законопроект о запрете деструктивной информации в целом. Об этом сообщила председатель Нижней Палаты парламента Анна Кузнецова. Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы мы видели систему работы. Так вот, сегодня речь идет о запрете деструктивной информации в целом. Эти понятия заложены в указе в 709-м президента. И сегодня с Министерством науки отработано два тома материалов, уже подготовленные исследования, на базе которых будет сделан следующий шаг – комплексный шаг. Нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой, о запрете деструктивной идеологии в целом. Что именно имела в виду Кузнецова, похоже, не понял никто. И даже ее отсылка к 809-му указу президента конкретики в ее слова не добавила. Да, там про культивирование эгоизма, про отрицание патриотизма и про брак с многодетностью. Но что из этого деструктивно, пока непонятно. Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Володсков предположил, что речь может идти о противодействии пропаганде чуждых для России ценностей. А помощница Кузнецовой так и вовсе заявила, что никакой конкретики нет. И в данный момент еще идут исследования для выработки критериев этого деструктивного контента. Это сейчас была цитата. Короче говоря, мы пока еще не придумали, что вам запретить, но уже придумали, как. А по мне, так достаточно было и не заморачиваться на критериях, а просто издать указ, где вместо ответов на что, где, как, зачем и почему, будет написано всего несколько слов. Молчание – это золото, а еще и свобода. Ну и последнее на сегодня. Учебник истории «Единой России» предложили создать внутри одноименной партии. На этой неделе идею поддержал председатель фракции Дмитрий Медведев. Он сообщил, что учебник должен быть написан в лучших традициях исторических книг. Ну, чтобы потом не было мучительно больно за мучительные строки. Это сейчас тоже была цитата. Вангуй, что вас мучает тот же вопрос, что и меня. О чем будет эта увлекательная чтива? А я вам сейчас расскажу. Руководитель фонда развития гражданского общества Константин Костин глубоко убежден, что, внимание, цитата, «Учебник должен иметь значение не только борьбы с негативными стереотипами, которые создают недоброжелатели, но и выступать системой коллективных знаний о политических решениях и о политических технологиях». Конец цитаты. Перевожу на понятный русский. Вы там, конечно, разгромите все то, что про нас говорят плохого, но, между тем, не забывайте упомянуть, что мы вообще-то способны не только ответить на критику, но и что-то еще генерировать. Правда, это что-то придется хорошенько поискать. Но главный здесь вопрос, скорее, даже не в этом, а в том, для каких нужд будет создан этот учебник. Если как личный фотоальбом партии с указанием лиц и фамилий, то это, пожалуйста, делайте, что хотите. Любой каприз за ваши деньги. Хотите, придумывайте историю, хотите ее переписывайте, хотите, даже принимайте экзамены для всех в ЕР входящих. Дело ваше. Но если подобное искусство потом станет школьным предметом, то, пожалуйста, можно сразу не надо. Можно мы ограничимся тем разделом на сайте партии, где написана «История единой России». Хотя, полагаю, что строчка эта мало пользуется популярностью и, скорее всего, существует просто чтобы быть. Вот пусть так все и останется. Потому как второй учебник КПСС наши дети точно не осилят. Вот как-то так, друзья. Ну, а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok